Приветствую вас. И первое, с чего нужно начать, это с того, что люди не попадают в секту случайным образом. То есть не нужно думать, что вы попали в секту как-то вот случайно или вас случайно выбрали. Нет, это не так. Секты попадают люди, которые попадаются в определенную кризисную ситуацию. Секты попадают люди которые лишаются определенного, значит, жизненного вектора. определенного жизненного стимула, определенной жизненной мотивации, и, соответственно, это люди, которые, в общем-то, нуждаются в том, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы чувствовать себя спокойнее и эффекты именно то, что это, по мнению людей, дает. То есть, скорее всего, скорее всего, ваша проблематика началась еще раньше, раньше, чем вы попали в секту, но все. С началом, образно говоря, с началом, как бы, участия в секту, вы, может быть, стали несколько лучше понимать, что у вас проблема, поэтому вы, возможно, просто не очень хорошо отдавали себе отчет в это. А после того, как вы, значит, оказались в секте или после того, как вы попали туда, вы стали несколько лучше понимать, что, да, действительно, проблема существует. И, да, действительно, эта проблема может быть решается как вы, например, думали или хотели. Вот. Значит, да, действительно, эффекты меняют. Человеческое восприятие, восприятие, я на виду, реальность меняют, меняют, к сожалению, достаточно сильно. Вот. Поэтому можно говорить о том, что, как бы, есть целый, целый ряд процессов, есть четко временная парадигма, того, сколько человеку требуется времени для выхода из своей ситуации. В вашем случае все несколько проще, потому что вы вышли сами, то есть в этом плане вы молодец. Вот. Но тут же есть проблемы, что, скорее всего, у вас, как бы, состояние ваше, оно было уже. То есть, как я и говорил, да, эффект – это лишь следствие, это следствие, а причина находится в чем-то другом. Скорее всего. Поэтому важно работать с именно причиной вашего состояния, а не с симптомом, чтобы, ну, на самом деле, проблематику решить, чтобы на самом деле ситуацию помочь вам, помочь вам из ситуации быть, если вы действительно этого хотите. Вот. То для этого нужно именно, вот, работать непосредственно с причинами. А причины вы, что, интересно, да, вот, причины вы не пишете, причины вы не описываете и, в общем-то, это несколько странно, я бы сказал. Ну, вы либо не хотите раскрывать этого, либо вы боитесь, либо, может быть, что-то еще, чего я не знаю, да, в данном случае. Давайте посмотрим. Итак, у меня, значит, были годы посещала церковь, которую сейчас называют сектой, наверное, я хотел бы сказать. Не посещаю данную секту уже более полутора лет, но до сих пор нахожусь в тяжелом состоянии, какая-то вытяжная депрессия. Ну, здесь, конечно, хотелось бы более подробно, чтобы вы это описали, да, чтобы иметь в виду, говоря о депрессии, вот, наверное, во-первых, потому что депрессия все-таки бывают разные и, ну, депрессия, разные могут быть проявления и, может быть, то, что вы называете, то, что вы называете депрессией, да, может быть, депрессией и не является, вот, ну, то есть, это нужно посмотреть, как мне кажется. Да? Да? Вот. Вы говорите, что у вас достаточно тяжелое состояние, соответственно, идеально было бы рассмотреть, чем оно тяжелое для вас, ну, то есть, чем это состояние вам тяжелое, вот, и повторюсь, что конкретно вы понимаете под, ну, вот, под этой самой тяжелостью, да, что вы конкретно понимаете под тяжелым своим состоянием. Повторяю. Произошла подмена обычных человеческих качеств и понятий. Ну, опять же, повторюсь, подмена не происходит просто так, подмена не происходит на ровном месте, потому что если это случилось, если что-то произошло, то значит, у вас имел место быть какой-то кризис, и этот кризис не пришел на ровном месте под форматом. Этот кризис, скорее всего, как бы, был уже у вас, да, и просто, просто вы его, грубо говоря, не замечали, вот. Он у вас был, и сейчас вы просто, значит, сталкиваетесь с последствиями вот, этого самого кризиса. Ну, в принципе, важно понять, чем конкретно вас не устраивали, ваши установки, ваши ценности, которые вас были до этого, вот, чем они вас не устраивали, и, соответственно, с ними уже работают. Подкорректировать их, я бы так сказал, да? Вот, чтобы вы могли, ну, получать больше удовлетворения от своей жизненной стратегии, которую используются, вот. А то, если, например, ваша жизненная позиция не принесла вам удовлетворение, да, вот, а потом она поменялась. А вы сейчас, как бы, соглашаетесь, а чего-то она поменялась. Дальше. Непрошеденный метод, так как помню, какой ужас натворился, в то же время, когда мне пишут, тебе нужно вернуться, начать сезону, появляется мысль, что может, нужно вернуться. Я бы сказал, что это, совершенно, нормальная реакция, потому что, ну, вы действительно хотите этого, можете, можете хотеть, вот, потому что, это вам что-то дает. Вопрос только в том, что именно вам это дает. Понимаете? Такая штука. Вот, нужно постараться разобраться в том, что вам это дает. И чего вам хочется. Настолько вот сильная, что понимая, что это ужас, вы все равно думаете вернуться. Зачастую секта дает определенный смысл жизни человеку. Секта дает чувство защищенности человеку. Секта дает уверенность в будущем каком-нибудь, да? Секта дает уверенность в том, что будет завтра, что будет послезавтра, вот, и так далее, к сожалению. И именно это мотивирует людей, которые, вот, в какой-то степени, да, потеряны, вступают в нее. То есть здесь, как бы, удивительного ничего нет. Ваша задача себя не корить. Ваша задача, напротив, постараться понять себя. Постараться увидеть в себе те основания, причины, по которым вы попали сюда. и не обвиняяя себя, но, там, грубо говоря, через, через любовь, да, через, через принятие себя. Можно все подкорректировать и можно все поправить. Вот. То есть это не приговор. Вот. Ни в коем случае это не приговор. Так. Но, конечно, потребуется, да, определенные силы. Конечно. Определенные силы потребуют. Вот. Дальше идем. Так. Вообще не понимаю, что происходит. Как можно захотеть вернуться туда, где было плохо. Ага. Ну. Понимаете. Как. Можем захотеть вернуться туда, где плохо, если в чем-то там лучше. Вот опять же задача понять, в чем там для вас лучше. Что там такого, чего-то нет в вашем. Ваше реальность. Да. Вот. А тут такой момент. А вы с какой целью ходили в церковь, ну вот тогда, когда начали ходить туда только? С какой целью туда ходила? Что вы хотели, может быть, получить, может быть, что? Что вы хотели, что вам было нужно оттуда там? Вот. Дальше. Не знаю, понятно ли я передаю состояния, которые со мной происходят сейчас. Сейчас. Да, понятно, но нужны детали. Вопрос. Может у кого-то были клиенты, да, психологи работают, работают с теми и с теми, кто попадает под влияние всех сектор. Дайте, пожалуйста, базовые рекомендации, как выйти из этого состояния начать жить обычной жизнью. Сами вы ничего не сможете. Сами вы ничего не сможете. Дело в том, что секта встроена таким образом, что она ломает личность людей. Ломка личности людей происходит целенаправленно. Вот. Потому что только так можно, собственно говоря, добиться того, чтобы человек стал, словно говоря, членом фекта. Вот. Поэтому самостоятельно сделать вы этого не сможете большому сожалению. Вот. Так что, вам нужна помощь. Вам нужна помощь психолога, да. И вам нужна помощь также еще и родственников, чтобы они помогали вам. Это тоже очень такой важный момент, если мы говорим про работу. Дальше. Вот вы говорите выйти из этого состояния и начать жить обычной жизнью. А что это за обычная жизнь, Татьяна? Вот что это за обычная жизнь? То есть, какой обычной жизнью вы хотите жить? Что интересного для вас в этой обычной жизни? Вот что как бы представляет из себя один из ключевых моментов. Да? Да? Вот. Потому что я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, да, как мне кажется, здесь вы достаточно неопределенно выражаете. То есть, здесь достаточно абстрактно вы говорите про жизнь свою. Вот. То есть, нет ощущения у меня, по крайней мере, что вы действительно, ага, действительно. Вот. Хотите от этого состояния выйти? Может быть, вы понимаете, что вам нужно из этого состояния выйти? Вот. Это правда. Но хотите ли вы, это большой вопрос. Дальше. Если обратиться к психологу, то с каким запросом? Просто скажите, что вы стали жертвой секта. Все. Сколько времени требуетесь, чтобы адаптироваться к нормальной жизни. Ну, по-разному, но не меньше года. Буду очень благодарна советам, практическим рекомендациям. Обращайтесь к специалисту, сами вы не справитесь, заручитесь в поддержке родственников. Будьте готовы к тому, что несколько сеансов, возможно, придется провести более трех часов, с участием психолога и родственников в одной сессии. Без перелива. И будьте также готовы к тому, что возможно, это вот только возможно, я не говорю, что это так. Возможно. Вам нужно будет переосмыслить каких-то моментов своих. жизненных. Я имею ввиду. Вот. Потому как непросто. Так. Вы оказались в этой ситуации. и крайне важно, чтобы вы не боялись себе что-то менять. и крайне важно, чтобы вы, скажем так, ну, признали наличие там кризисной ситуации у вас, да, чтобы вы понимали, что вот что-то перестало работать, что-то перестало меня удовлетворять. Вот. Это не постыдно. Вот. Ни в коем случае это не постыдно. Это как бы неприятно, да, это неприятно. И чем быстрее вы признаете, вот, тем лучше будет для вас. То есть, тем быстрее вы выйдете из своего состояния и сможете продолжить жить. Но опять же, нужно понимать, ради чего жить. Вот. Какие проблемы мне здесь видятся? Ну, ваши проблемы. Возможные проблемы мне видятся. Ну, первое, это рационализация. То есть, я вот вижу, что вы достаточно сильно, как мне кажется, склонны к рационализированию, вот, и это может стать проблемой. То есть, это может стать таким основанием для торможения. Следующее, это отсутствие реальной мотивации к тому, чтобы, значит, что-то менять в себе. Вот. Потому что, есть ощущение, у меня есть такое ощущение, что вы, вот, то, что вы, как бы, говорите, это вы говорите через силу. Я вас не обвиняю, я не говорю, что должно быть все по-другому. Я понимаю, что, вероятно, по-другому. На данный момент вы просто не можете, и то, что вы делаете, вы, безусловно, большая молодец. Но, повторюсь, отсутствие понимания, зачем мне это, что в моей жизни изменится, создаёт проблему. То есть, если до, эээ, я жила так, как нужно, так, как надо, но не получала удовольствия, не получала удовлетворения, вот, то, эээ, потом, потом, когда я поняла, что и то, что, эээ, мне нравилось. Это тоже вредно. Я опять должна жить как надо. Может серьёзно деморализовать. И это не может мне вызывать вопроса относительно того, а насколько вы, вот, вообще, эээ, знакомы с тем, что вы хотите, и насколько вы, вообще, к этому относитесь позитивно, к тому, что вы хотите, вот, к своим желаниям, к своим потребностям, к своим чувствам, к своим эмоциям, к своим, эээ, переживаниям. Да? Вот. И это всё вызывает вопрос. Вопрос. И в этом смысле, в этом смысле, вы можете не захотеть, по понятным причинам, расставаться, эээ, с тем, что, пускай и ненадолго, пускай и, эээ, чудовищной, эээ, ценой надала вам эффект. Понимаете? Вот такие мне видятся проблемы здесь. Эээ, эээ, я надеюсь, что мой ответ был болезнен, а вам удачи. Желаю всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.